Добрый вечер всем, кто отслеживает наши эфиры в сетке вещания РГВК. И доброго времени садок тем, кто смотрит нас в повторе или в интернет-версии в эфире проекта АУТОДФ, и веду его я за Ургазиев. Прежде чем мы начнем сегодняшний эфир, я хочу поблагодарить за информационную поддержку родной телеканала РГВК, я хочу поблагодарить Университет народного хозяйства за гостей, которые они нам регулярно предоставляют, ну и, конечно же, еженедельник Свободная Республика за помещение, которое они нам предоставляют. О том, кто у меня в гостях, вы узнаете через небольшую паузу. Очень интересный человек, не переключайтесь. Итак, дамы и господа, самое время представить моего сегодняшнего собеседника. Я хочу сказать, что сегодня прозвучит продолжение диалога, начатого еще в прошлой передаче. У нас в гостях Бекбулатов Олег Нурбекович. Добрый вечер, Олег Нурбекович. Здравствуйте. Сколько лет вы преподаете? Ну, вот, по большому счету, когда я начал заниматься этой деятельностью, там, постоянно и достаточно часто, это 15 лет, можно сказать, уверенно, по отдельным дисциплинам побольше. Вам важен диалог с аудиторией? Безусловно. В каком случае вы понимаете, что работа с этой аудиторией бесполезна, или все-таки безнадежных не бывает у вас? Мне кажется, что у преподавателя, как он не был бы хорош, так и как у врача, у каждого врача есть свое кладбище. Да, вот, у преподавателя тоже может быть неуспех, если вот думать про это, то это, скорее всего, какие-то вот такие, знаете, там, общие основания. Одно время я достаточно долго, когда вот из живого бизнеса начал постепенно в сфере преподавания переходить, то я очень много проводил курс, связанный с продажами. До сих пор провожу, но уже как хобби, а тогда это был чуть ли не мой, не самый главный. И он активно покупался там ведущими компаниями, до тех пор, пока не попалась компания, которая совершенно в других основаниях работала, которая не считала зазорным ввести клиентов в заблуждение. Например, торгуя недвижимостью, сделать планировку, в которой там последние квартиры нарисованы, знаете, последние квартиры там лежат в пачке, да. Ну и другие примеры можно было бы привести. То есть вот неуспех, это там разные моральные основания. Вот, я тогда не вижу, каким образом дальше можно работать. Или сам становишься нечестно, принимая это по умолчанию. Или же там пытаешься изменить людей, они же согласились работать в этой компании. Их это устраивает, да, они там ходили в какие-то школы, воспитывались, с кем-то общались, читали какие-то книги. И получилось вот это, да. Это не изменишь. И даже если это можно было бы изменить, то принимать на себя ответственность, там сказать-то там. А сейчас, кстати, вот, к сожалению, да, есть какие-то курсы, которые говорят, мы будем менять твои ценностные установки, да. Мы из тебя вырастим. А это возможно. Мы из тебя вырастим лидером. Вот я вот всегда вот как раз еще одно основание, да. Это там управление по ценностям, да. Вот какие-то там подобные вещи, да, которые претендуют на изменение внутреннего мира человека. Ну, наверное, возможно. Но это наверняка будут манипулятивные техники. И тот человек, те люди, которые это делают, они не понимают, как они на себя такую ответственность могут принять. Вот я не готов и никогда я на себя не приму. Вот технологии продаж, о которых вы вот так вскользь упомянули, их может освоить любой человек? Не думаю, что. Это специфический вид профессиональной деятельности. Отдельные инструменты могут освоить. Чтобы стать вот таким вот грудцем, ну, чуть в сторону начну, да. Хороший продажник, это же понятие такое невозрастное. Кто же откажется от классного продавца, которому, не знаю, 50 лет. Он же продает, да, он приносит деньги компании. Нет, извините, сейчас все так интересно. Все хотят молодых, длинноногих, красивых, убойких ребят, там, я не знаю, наглых девиц. Сейчас все хотят такие, сейчас опыт. В том-то и дело, потому что вот эти вот длинноногие девицы, да, там могут продать блестя коленями и наклоняясь к декольте, да. Вот, но это такие, это с родним манипуляционным техникам. Есть техники продаж, которые на других принципах основаны на понимании потребности клиента, если мы их понимаем. На диалоги с клиентом. Да, конечно. А откуда потребности-то взять? Вот, на диалоги, потребность. И формирование предложения, которые, как фигурки пазлов друг у друга, вот так вот вошли, это там все, там, оно, да. Этому надо учиться. Некоторые там всю жизнь этому учатся. Но зато это становится вне времени. Это вот, неважно, сколько тебе лет, ты точно так же продаешь. Если ты продаешь больше, чем вот развязанная девица с голыми коленями, то там кто же тебе заменит? Денег для компании ты приносишь больше. Точно так же, как там, я не знаю, там в барбершопах, да, в парикмарских. Там хороший мастер, он может быть возрастным. До тех пор, пока он делает классные прически, да, вот, и к нему записи на две недели вперед, да. Его никто не заменит молодым, симпатичным, там, парикмахером-стажером. Зачем, да, он умеет классно делать свое дело. Ну и вот в преподавательской профессии, раз мы много там говорим про нее, тоже есть какие-то ограничения. Нет, мы живем в цивилизации, в которой главный человек – это все-таки продавец. Здесь важно уметь продать человеку даже то, что ему не нужно, да. Вот как заходишь, вот, вчера зашел в гастроном и потратил там 25 рублей, и я с таким удивлением вышел. Вот я зашел за буханкой хлеба, я купил буханку хлеба. Сидим в гастрономчике. Ты заходишь, допустим, в сетевой большой магазин, да, и ты заходишь туда за буханкой хлеба, но набираешь кучу всего того, что тебе было не нужно. Мерчендайзеры расставили столько ловушек, в общем, они продали тебе даже то, что, может быть, тебе было не нужно. Вот. Главным человеком нашего времени становится продавец, который наполняет смыслом работу других людей, потому что много людей работало, а их продукты, их деятельность может до тебя не дойти, если продавцы его не продадут. Я не знаю, я сейчас, наверное, путаю свою мысль. Я понимаю. Поэтому очень важно, когда вы говорите о технологии продаж, ведь это же не только продать продукт, но и, допустим, там, который можно съесть, это, допустим, та же самая газета или книга, или идея, да, это все продается. Ну, разумеется. Я как раз хотел сказать о том, что расхожая фраза «весь мир театр, селедие актеры», да, вот сейчас превращается в весь мир супермаркет, а все мы продавцы и покупатели. Все мы действительно что-то продаем и покупаем, да, вот. Я там продаю свои профессиональные компетенции, да, вот, которые позволяют качественно обучить студентов, да. Все мы продаем то, что у нас есть, вот, и стараемся получить то, чего у нас нет. Ищем то, чего у нас не хватает. Ясненько. Но мы ушли немного в сторону от нашего диалога, и я не думаю, что он стал от этого менее интересным. Если к вам придет человек с вопросом о том, каким бизнесом ему заняться, учитывая ваш жизненный опыт, вы можете сказать так, вот, исходя из твоих личностных качеств, тебе все-таки лучше двигаться вот в этом направлении, а тебе не, тебе не, тебе не, тебе не в торговлю, тебе нужно вот в этом направлении. Вы можете как-то сориентировать человека, опираясь на ваш жизненный опыт? Вот таких индивидуальных советов на уровне выбора индивидуального направления открытия бизнеса мне это давать не приходилось, если только вот этим своим там хорошим знакомым там и друзьям. Рискнуть. Да, ну и то там вот как там с какими-то оговорками, да, и имея на столе какой-то бизнес-план, который позволяет сказать, что они это решение обдумали и посмотрели какие-то другие варианты. Вот на уровне компании стоит ли нам входить в этот рынок, нужно ли нам освоивать там изделие, выводить новую услугу, да, предположим, то есть я вот предъявляю свое экспертное мнение, не скажу, что часто, но нередко, наверное, да. Не знаю, ответил на вопрос или нет, вот, но вот это все-таки, мне кажется, немного другое. Вы сказали больше, чем хотели. Мы уже упоминали название бизнес-инкубатор, да, вот это вот, я не работник бизнес-инкубатора, да, я вот там консультант и преподаватель. Вы не возьмете на себя ответственность дать человеку такой совет? Ну, я могу сказать, вот, коммерсант, вот, или не коммерсант, скорее, зная этого человека, общаясь с ним, да, вот, как-то там, там, китайцы говорили, человек, который не умеет улыбаться, да, там, не должен открывать лавку, да, вот, да, вот, какие-то самые общие советы, там, я там поделюсь, да, вот, есть, там, коммерческие люди, которые рождаются, да, вот, с коммерческой жилкой, и у них это хорошо получается. Есть кто этому учится всю жизнь и учится, там, безуспешно. Какие-то крайности можно увидеть, я думаю, что и вы, там, вы видели школьников, которые уже, там, активно входят в бизнес и получают первые результаты. И наверняка вы видели взрослых людей, которые бьются, как рыба, а в лед, вот, и имея даже финансовую подпитку, да, вот, не получая того, что они хотят получить. Можно это объяснить удачей, можно объяснить набором личных факторов. Вот сейчас, кстати, извините, вот, тоже в сторону чуть-чуть уйду. Одно из кардинальных изменений современного менеджмента заключается в том, что как раз именно удачей стали многие вещи объяснять. Совершенно неожиданно. Да, если раньше говорили, посмотрите, там, там, Apple, там, Стив Джобс придумал, там, без клавиатуры, да, вот это, потом это пошло, там, еще что-то, да, то сейчас многие там, а, еще было, рядом, вы про них не знаете. Они тоже пробовали были идеи, может быть, даже не хуже. Не повезло. Я присутствовал при совершенно классной демонстрации, да, вот, этого тезиса, который вот какой-то там человек из известной бизнес-школы проводил, сейчас не могу вспомнить его имени. Он просил аудиторию подкидывать монетки, и мы все стали, начали эти монеты подкидывать. Он говорил, пока у вас выпадает подряд «Решка» или подряд «Орел», вы стоите, да, как только у вас «Орел», «Решка» поменялось, садитесь. Не прошло, там, двух или трех минут, как остался, там, сначала два, потом один человек, который умудрился, это, я не помню, пять или шесть раз выкинуть одно и то же. Он к нему подбегал и говорил, как вам это удалось, давайте мы будем изучать вашу методику, давайте мы вместе напишем книжку, давайте мы будем с мастер-классами выступать, да. А потом делал в проекционных местах, а вот в бизнесе то же самое, да, вот, там, несколько раз «Орел», это человеку повезло. И вот, возвращаясь к теме менеджмента, от рационализма, да, вот, к нерациональным способам принятия решения, к везению, да, проведение на ухо нашептало, да, вот, проснулся с этой идеей, да, и она оказалась верной. Вот туда вот, в иррациональность современная наука менеджмента смещается, и это наверняка правильно. В чем, на ваш взгляд, состоит разница между хорошим и плохим менеджментом? Хороший, ну, вот с чего, наверное, начну. Менеджмент, по сути дела, это даже вот не наука в классическом понимании, да, это не математика, это не физика, это не химия, да, вот, нет каких-то законов, которые действуют независимо, да, там, закон ОМО, да, независимо, там, от времени, независимо от страны, действуют одинаково. Здесь не так, весь менеджмент, это хорошо отрефлексированная практика. Кто-то попробовал, придумал какой-то способ мотивации, у него получилось, он поделился с другими людьми, это тоже получилось, да, потом там написал статью, потом от статьи попал в учебник менеджмента, и там считается, что там, давайте делать все вот это вот так. Во-первых, вот эта практика может быть плохо отрефлексированная, и так часто бывает, и вот в этом в том числе недостаток снова, там, вот, такое небольшое скользование мысли, мастер-классов, там, у меня получилось, да, там, а дальше что, а почему получилось, какие условия там были для того, чтобы получилось, что вы можете сделать, чтобы повторить успех, блядь, ничего, да. Плохо отрефлексированная практика – это плохой менеджмент. Хорошо отрефлексированная практика – хорошее менеджмент. Первая вещь, о которой нужно сказать. Потом, опять-таки, мы сегодня как-то получилось так, что много говорим об изменениях. И вот эти изменения как раз относительно хорошего и плохого менеджмента тоже совершенно очевидны. Совсем недавно считалось, что успешный менеджер – это тот человек, который побывал в тех самых разных ситуациях и в свой условный чемоданчик менеджера положил набор инструментов. Надо было какую-то структуру создать, попробовал, не получилось, получилось, получилось. Я и умею создавать структуры – положил. Попробовал еще что-то из области менеджмента. Культуру, например, спроектировал на какую-то, которую он хочет провести в компанию. Вроде то что-то получилось. Еще инструмент, еще инструмент, еще инструмент. Опытный, качественный менеджер. От неопытного отличался наличием вот этого чемоданчика. Сейчас вот ровно все наоборот. Хороший менеджер, кто этот чемодан не таскает. Устарели все вот эти инструменты. Вчера они еще работали, а сегодня они почти не работают, а завтра они будут работать вообще. Но все равно, когда там менеджер вбивал гвоздь в стену и всегда таскал с собой молоток, а стена стала железобетонной. Или молоток, он вчера соседям одоложил. Совершенно по-другой надумать. Зачем мне гвоздь, что я на него собираюсь повесить, как в вашем случае, картину, чтобы она радовала меня. Каким образом я могу свое художественное чувство прекрасного удовлетворить без вбивания гвоздя. То есть, хороший менеджмент и плохой менеджмент сейчас связаны с тем, что хороший менеджмент отказывается от вот этого условного чемодана. И там вот еще древние говорили, да, хороший мастер сам создает свой инструмент, хороший менеджер вот эти инструменты тоже сам создает. Как сделать так, чтобы система корпоративного управления стала эффективной? Вопрос вопросов. Понял, все, это слишком много. Просто, когда есть один человек во главе, там понятно все. А корпоративное управление, это когда очень много людей должны, ну пусть даже не очень много, но какое-то количество людей с разным видением ситуации должны тянуть в воз в одном направлении. Ну, я вот какие-то общие соображения могу сказать. Ну, начну с того, что многие сейчас учебные заведения считают это проблемой. И раньше, опять-таки, не так давно корпоративное управление считалось такой вершиной менеджмента. Ты можешь управлять корпорацией. Но поняли, что много времени проходит, пока человек дорастает. И МГТУ имени Баумана, вот уже вот у них третий год программа, когда на специальность корпоративного управления приходят те же самые бакалавры, вчерашние школьники. Их начинают готовить со школьницками. Вот мы тебя обучим, потом поучишься в магистратуре. И через шесть лет ты придешь, вот как нужный винтик в корпоративном управлении, дальше будешь там подниматься. То есть, вот такое знание, которое требуется постоянно давать как можно раньше. И постоянно обновлять его. Но по большому счету, вот там два подхода есть. Один подход, так называемый, жесткий, да, который рассматривает корпорацию, как большой механизм, который всегда можно разобрать, выкинуть негодную шестеренку, поставить другую шестеренку, смазать, постучать, и, глядишь, все завертелось. Вот такое вот семейство жестких подходов. Все громче себе заявляет семейство мягких подходов. Не закрутится. Корпорация не механизм, а организм. Можно там ампутировать руку и поставить протез. И возможно, он будет обладать теми же функциями. Но это уже не организм, это организм с механикой, с какой-то привлеченной. И пытается решать вопросы корпоративного управления через соответствующий тип корпоративной культуры, которая искусственно взращивается. И сразу же отвергаются те люди, которые не соответствуют тому типу культуры, который создан. Это очень интересный современный подход. Я вот считаю, что он будет все более и более распространенным. И вот на базе культурных интервенций, собственно говоря, мы качество корпоративного управления улучшим. Но это вот мое предположение. Как называется курс, который вы читаете на этот раз в Университете народного хозяйства? И кто является вашими слушателями? Я имею в виду бакалавриат. В одной курс, вот я его только что закончил, субботу, до прошлой недели, он называется «Обучение обучению». Он был специально спроектирован, разработан, опробирован. И мы первый раз его запустили для этой группы. Люди просто учатся учиться. Вот в этом самое главное знание. Если раньше мы сразу погружали, там, вот тебе математика, вот тебе историка экономики, учение, вот тебе экономика, английский язык, еще что-то. Но обучаться-то тоже нужно уметь. Вот сейчас, к сожалению, например, у того поколения, которое приходит на вузовские аудитории, вот такое клиповое мышление. Многие считают, что любая информация может быть загуглить, получить из Google за 5 секунд и уложить в один слайд. Отказ от поиска информации, отказ от критической оценки тех источников, откуда информация получена, отказ от установления связей, отказ от удержания двух каких-то или трех противоположных идей в голове. Может быть так, а может быть так. Я вот из этой полярности сделаю свой осознанный выбор. Вот этому всему мы учимся. Это специальный курс обучения. Обучение. Хочу похвастаться, он оказался настолько удачным, что вот уже упомянутая Баумановка заказала свою версию курса. И сейчас вот мой коллега, который приедет дальше, вот сейчас этот курс проводят. Вот видите, как мы только что говорили, что движение из столиц в Дагестан. Вот сейчас вот мы уже видим примеры обратной волны, что что-то созданное здесь, приходят лучшие московские вузы и там с благодарностью воспринимаются. Ну созданное здесь кем? Человеком, который оттуда приехал и здесь работает. Ну надо сказать, что сама-то идея, она вот здесь, я не то, что там пришел и сказал, а давайте мы сделаем, да, вот ректор, да, мы запускаем, ну наверняка там ректор с, проректорами, да, с руководством университета, да, решили, мы запускаем новую программу бакалавриата. Наверное, будет здорово, если мы сначала научим учиться, да, это порождающая идея, она дагестанская. Вот, кто-то, да, я это сделал, но это мог сделать еще кто-нибудь другой, но вот это надо придумать и сказать. Это для, соответственно, для бакалавров. А для МБА, тот курс, который начнется сегодня у нас в среда, послезавтра в пятницу, это будет то самое управление изменениями, о котором мы там упоминали. Насколько, на ваш взгляд, важно, чтобы люди, которые занимаются общим делом, я имею в виду бизнес, все-таки придерживались общих ценностей, духовных, идеологических, ну, какие они еще могут, нравственных ценностей. Можно ли дистанцироваться от этого? И там, вот, это чисто бизнес, ничего личного. Если коротко, то критически важно, на мой взгляд. Насчет дистанцирования, ну, там, на каком уровне мы находимся, да, вот, мы уже упоминали про то, что современная командная работа становится вот такой, там, через границы, да, кросс-культурные, межнациональные и так далее, да, должны мы уметь, вот, оценивать, относиться, да, нормально относиться к особенностям национального менталитета, да, там, к различным религиям, к тому, что там люди по-разному работают и так далее. Должны, да, но до тех пор, пока вот это до уровня ценностей не доходит, как, знаете, как говорят, там, о ценностях их не спорят, их понимают, да, вот, если я не понимаю, если я не могу разделить эти ценности и с уважением к ним отнестись, то я думаю, что вот здесь вот ничего не получится, и лучше отойти в сторону, потому что ценностной конфликт – это разрушительный конфликт. И можно сделать общее дело, можно сделать и получить результат, но настолько возненавидеть друг друга, да, что потом не сесть за один стол, и как потом этот вот внутренний ценностной конфликт аукнется не только в взаимоотношениях, но внутри самого человека, да, вот, непонятно еще, да, вот, так что я вот сторонник того, что вот это непреодолимо, и надо отходить. Это значит все-таки, когда вы только-только затеваете дело, вы должны сесть и переговорить, насколько вы вообще друг другу подходите, да, все-таки? Ну, да, вот, если на уровне предпринимателя, то как раз совместное предпринимательство, исходя из того, что мы друзья или родственники, не потому что родственник всегда лучше, а как правило, там у родственников, как раз ценностная система базируется, да, вот, на одних и тех же основаниях. Или друзья, которые друг друга знают и побывали в разных ситуациях, вот, они уже были и они понимают это, возможно, реакции. А если это, там, большой бизнес, если это корпорация, ну, вот, возникает описание ценностей, там, что там, корпоративная этика, как формальный документ, что можно и что нельзя, введение в компанию, которое тоже, там, позволяет человеку понять, впишется, ну, вот, в систему координации на основе или лучше ему, там, сюда не приходить? Просто тут такой момент, когда даже очень разные люди могут найти общую почву. Допустим, приходите вовремя, допустим, да, не опаздывайте, не подводите, не лгите, не подставляйте. Есть, может быть, какой-то этический кодекс, прочитав, в который люди начинают, как бы, осознавать правила поведения, и даже если они очень разные, это могло бы как-то снять какие-то проблемы взаимоотношений. Вот этот документ обязательно должен существовать, ну, существовать в больших компаниях, в средних компаниях, да, вот, а в небольших компаниях, или когда небольшой, но, вот, первое лицо, да, вот, транслятор этих ценностей, вот здесь вот ответственность, да, учредителя, генерального директора, часто это один и тот же человек, да, он сам должен эти ценности транслировать и постоянно показывать, показывать, что у него есть система координат, в которую он верит, и он действует в отношении с этими основополагающими принципами. Если он будет вот правильно это транслировать, то другие за ним обязательно потянутся. Понятие хорошо и плохо, да, вот он им отдает. Оно начинает размываться, когда компания растет, и уже не может быть одного эталона. Нужны другие ростки, да, вот, культурные для того, чтобы вот продемонстрировать эти вот... специальный термин, вот культурные интервенции, взять и посадить носителей культуры туда, где он может эту культуру распространять. Вы все чаще приезжаете в Дагестан. Зачем это вам? Приглашают ли вас в другие места? Вот насколько вам это интересно здесь? Действительно, приезжаю именно потому, что мне интересно. Я во многих местах бываю. Два с половиной месяца я в Украине проводил занятия. Это вот совсем недавно. Да, вот эти летние месяцы. До этого весной я в университете Адана в Турции проводил занятия. На русском языке? На английском? Ну, вот там именно в этом университете такой принцип, что носители языка должны выступать на своем языке для того, чтобы у него не искался смысл, он не искал каких-то вот дополнительных упрощающих слов. А мы лучше к нему хорошего переводчика приставим. Я продолжаю сотрудничать с ведущими университетами Москвы, с МГУ, с Ранхикс, с Баумановкой. Но приезжаю сюда, потому что мне здесь действительно интересно. Я упоминал о том, что вот это вот расстояние, оно минимальное. От идеи университета запустить бакалавриат до того, как я сюда приехал, его реально запустил своим первым курсом, прошло меньше года. Если бы я это делал в другом месте, если бы мне вообще бы это дали делать, имея в виду традиционные бюрократические процедуры, три года, четыре года, возможно, пять лет прошло бы наверняка. Вот это вот становится все острее ощущение результата, который ты можешь получить. И вот здесь я этот результат вижу намного быстрее, чем в каких-то других местах. Ну и мне просто нравится, вот это тоже очень важно. Я с удовольствием сюда приезжаю. Я здесь себя комфортно чувствую. Моя дочка, трех лет находясь в Украине, живя в доме с видом на море, спрашивала, когда мы поедем в Махачкалу, и очень часто задавал этот вопрос. Сейчас она абсолютно счастлива и хорошо, что она что-то находит на себе. Точно так же, как и я. Вы работали в очень разных регионах, и в чем особенность дагестанской аудитории? Чем она для вас отличается от других? Ну, кроме того, что здесь очень коротенький путь от идеи до ее воплощения. Ну, вот здесь, пожалуй, я замечаю, наверное, большую критичность обращения к собственному опыту. Вот здесь вот недостаточно просто сказать гуру современного менеджмента, считая, что это вот таким вот образом. Да какой ты там гуру? Человек критически сразу это переосмысливает, но любые вещи, вот он мне нравится на самом деле. Я, например, вот когда вот с бакалаврами, это же школьники, да, вот 11 класс, я им говорю, когда мы разговаривали о монополизме, привожу в Сбербанк, взяли бы и записали. Нет, это не Сбербанк, да, потому что у нас представлены другие банки, Сбербанк может быть монополистом на рынке платежных систем, да, но мы знаем, что корпоративное обслуживание, вот откуда они это знают, они не стесняются об этом сказать, вот, и вот это вот здорово. Вот это вот хорошая особенность, она там не всегда комфортна для преподавателя, но она есть, это здорово, это позволяет вот себя в форме держать. Из таких вот направлений, которые для меня, скажем, не очень комфортны, может быть, вот это разное чувство времени, наверное. У меня такое, я считаю, больше европейское мышление сложилось, и там завтра в 14.30 для меня означает завтра в 14.30, да, вот. Здесь вот больше восточный менталитет это означает, например, не позднее трех часов, или там если не завтра, то послезавтра там наверняка. Немножко, да, немножко вы выбираете. Ну, к этому надо привыкнуть, это не конкретная особенность Дагестана, я думаю, что там вот Персия, да, вот то, что там... Да нет, тут другое, тут ничего с Персией нет, просто мы пытаемся все успеть, мы пытаемся в короткий промежуток времени запихнуть все, что можно запихнуть, как говорит один мой приятель, впихнуть невпихуемое. Вот, поэтому тут нормально, тут все подойдут, вы посмотрите, как наши люди ездят, вы посмотрите, как они ездят. Они ездят, обгоняют друг друга, они сигналят на светофорах, они все время пытаются куда-то успеть. А зачем вы куда-то пытаетесь успеть, если на следующем светофоре вам точно так же ждать, как и мне? Вот это немножко непонятно, но в этом суть наших людей. И когда ходишь в бассейн, ты видишь, что когда там больше, там, допустим, 10 человек, там такое же хаотичное движение, как и, допустим, на нашей улице 26 бакинских комиссаров, где все вот так ездят, такой маленький Каир, вот, в лучшем понимании этого слова. Вот, поэтому, да, здесь разное понимание времени, я никак его не оправдываю, я сам частенько подвожу и совершенно не горжусь этим, причем подвожу тех, кого не надо было бы подводить, ну, что поделаешь. Наверное, на этом все вопросы, которые были приготовлены для этого интервью, исчерпаны, остается, наверное, традиционный вопрос, что бы вы делали, если бы вам запретили заниматься тем, чем вы занимаетесь сейчас? Я сам на эту тему иной раз размышляю, поскольку у меня нет каких-то вот таких необходимостей чем-то заниматься ради того, чтобы поддерживать свое существование, то, скорее всего, я бы там вот жил и вот как раз просто жил в удовольствии и передавал знания вот этому своему ребенку, я упоминал на мне, девочке, которой 3 года, и я бы давал ей образование вот сам, вот она не пошла в школу, и вот на этом. Спасибо вам большое, спасибо еще раз за то, что подарили нам самое дорогое из того, что у вас есть ваше время. Я очень надеюсь, что вы у нас не в последний раз, хоть и второй раз такими молодыми, мы уже не встретимся, как говорят немцы. Я должен вам, книгу я вам в прошлый раз дарил, наверное, я вам подарю несколько свежих последних номеров Свободной Республики. Я думаю, что вы, как человек просвещенный, можете на сайт зайти, а бумага будет просто для вас поводом вспомнить о том, что в этом городе у вас есть друзья не только в Университете Народного Хозяйства в лице господина Бучаева, но и вот здесь, в еженедельнике Свободная Республика. И, наверное, уже на РГВК. Спасибо вам большое. Большое спасибо за РГВК. Спасибо слушателям, тем, кто добрался до конца этой передачи. И я, может быть, хотел бы сказать про то, что надеюсь, что у вас в гостях будут члены команды, которая подобрана и которая вместе со мной осуществляет этот образовательный процесс. Это интереснейшие люди. Будем только признательны за это. Это интереснейшие люди из самых разных сфер, с отличным опытом. Я очень рекомендую продолжать смотреть этот цикл передачи. который и сам по себе интересен. Я надеюсь, что мои коллеги даже уверенно в этом придадут новую остроту тому, что вы смотрите. Спасибо. Итак, дамы и господа, вы посмотрели окончание диалога с нашим гостем Бегбулатовым Олегом Нурбековичем. Самых терпеливых ждет притча. Ну, а я увижусь с вами уже через неделю. Она пройдет быстро. Всего доброго. Живя в Берлине, Франц Кавка каждый день прогуливался по парку. Там он однажды встретил маленькую девочку, которая потеряла куклу и громко плакала. Кавка предложил ей помочь в поиске и встретиться на том же месте, но на следующий день. Куклу знаменитый писатель, конечно же, не нашел, но зато принес с собой написанное им от ее лица письмо. «Пожалуйста, не огорчайся моему отсутствию», зачитывал вслух Франц. «Я уехала в путешествие, чтобы повидать мир. Буду писать тебе обо всех своих приключениях». Следующие несколько недель они встречались в парке и писатель читал девочке письма, в которых кукла в красках описывала свою поездку. Вскоре у Кавки случилось обострение туберкулеза и ему потребовалось отправиться в санаторий в Вену. Перед этой поездкой, ставшей для писателя последней, Кавка встретился с девочкой и подарил ей куклу. Она была совершенно не похожа на ту, что девочка когда-то потеряла, но к ней прилагалась записка. «Путешествия изменили меня, путешествия изменили меня». Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok»